МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. Почти в два раза больше. В Костанайской области резко увеличилось число заболевших коронавирусом. В течение этих двух лет казахстанские предприниматели, которые пострадали из-за ограничительных мер по коронавирусу, могут воспользоваться новым налоговым режимом. Каким именно, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Экологи Костаная решили проверить, насколько токсичны выхлопы, которые исходят от транспорта, в частности, автобусов. Какими стали результаты, расскажет Наталья Басмурзина. Четверг принес Казахстану всплеск новых случаев коронавируса. Согласно сводкам, число заболевших за сутки 21 января увеличилось на 1430 человек. При том, что ранее число заболевших было меньше. К примеру, за среду оно составляло 1180 казахстанцев. В Костанайской области также произошел рост заболеваемости COVID-19, причем резкий. Если за последние 10 дней ежедневный прирост варьировался от 67 до 75 заболевших, то за вчерашний день эта цифра подскочила почти в два раза и составила 125 человек за сутки. Больше всего заболевших оказалось среди кустанайцев – 68 случаев. Еще 25 человек – это заболевшие из города Рудны и 5 человек – из Лисаковска. В других районах области зафиксировано от 1 до 3 случаев заболевания COVID-19. В судах Костанайской области начали рассматривать дела о приостановлении деятельности ряда предприятий, которые нарушили карантин. Их выявили мониторинговые группы. Однако, судьи подчеркивают, что принять в работу иски не могут. Почему? Этот вопрос и обсудили на онлайн-заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области. На Совете по защите прав предпринимателей на этот раз обсуждали вопрос работы судов, а точнее, иски, поданные на предпринимателей от мониторинговых групп по фактам нарушения ими санитарно-эпидемиологических требований во время ограничительных мер по коронавирусу. Первые иски уже поступили в специализированный межрайонный экономический суд, где считают, что в них отсутствует гражданско-правовой спор. А значит, это не профиль экономического суда. Сразу же акцентируем внимание органов санитарно-эпидемиологического надзора и контроля на то, что освещаемые в заявлениях для принятия мер принуждений юридические факты, выявленные в ходе проверок, являются ничем иным, как соответствующими правонарушениями в сфере обеспечения здравоохранения населения. Действующее законодательство под правонарушением понимает акт противоправного поведения лица. Выше указаны заявления органа санитарно-эпидемиологического надзора и контроля о приостановлении и запрещении деятельности субъектов хозяйствования в связи с допущенными ими нарушениями требования санитарно-эпидемиологических норм не могут быть приняты производства специализированных жироэнно-экономического суда и рассмотрены там по существу. Судьи подчеркивают, что у них возникают вопросы к сотрудникам санэпидслужбы, которые готовят документы по фактам нарушений бизнесменами санитарных норм. Материалы приходят неполные, в них нет свидетельских показаний и видеонарушений. По словам главного санитарного врача Кустанайской области, его сотрудники сейчас не участвуют в составе мониторинговых групп. Мы уже работаем только на стадии распотрения административных дел на основании аэропортов, поступающих с полицией и экстренных изъясений, которые подают в координационные центры. На этой стадии у нас также есть некоторый род вопросов. Я менял, во всяком случае, было откровением то, что открыто, наверное, то, что мы, да, суд не рассматривает именно приостановление по 425 статье, потому что это было решение областного штаба, так как массовые мероприятия как раз в милогическом плане имеют огромную роль в распространении инфекции. Поэтому злостных нарушителей была рекомендация областного штаба направлять в суд. По мнению директора палаты предпринимателей Кустанайской области, решение о приостановлении деятельности нужно принимать максимально взвешено. Я понимаю, что у вас есть определенные поручения оперативного штаба по тем злостным нарушителям. Я честно могу сказать, что со своей стороны мы в тесном контакте как с главным санитарным врачом области, постоянно мы даем предложения, в том числе на уровень республики, для рассмотрения межведовственной комиссии. Вот те замечания, и всегда призываем бизнес работать, не нарушая санитарно-эпидемиологические нормы. Еще один вопрос озвучен и на совете. Это огромные штрафы в 638 тысяч тенге за мелкие нарушения в области санэпиднадзора. По словам председателя совета Владимира Шакуна, выход из ситуации есть. Пока норму не исключили, судьи могут использовать понятие малозначительность деяния. Алексей Кудрявцев, Наталья Луговская, Татьяна Калюжна, РТН. Казахстанские бизнесмены могут воспользоваться очередной поддержкой от государства. С 1 января субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от ограничительных мероприятий из-за коронавируса, могут перейти на новый налоговый режим – розничный. В его рамках вместо индивидуального и корпоративного налогов бизнесмены могут оплачивать альтернативный розничный налог в размере 3%. Мои коллеги расскажут подробнее. Бизнесмены Кустнайской области, которые пострадали от пандемии коронавируса, могут перейти на уплату 3% розничного налога. Это новая мера поддержки бизнеса, направленная на снижение налоговой нагрузки. Прописано в законодательстве с декабря прошлого года. Согласно ему, с этого года субъекты малого и среднего бизнеса, в пострадавших в сферах экономики, вместо индивидуального и корпоративного налогов, смогут оплачивать альтернативный розничный налог в размере 3%. Но работать по нему бизнесмены смогут лишь в ближайшие два года. Что он предусматривает? Во-первых, этот специальный налоговый режим введен с текущего года до 1 января 2023 года. Основные его характеристики, можно сказать, уплата 3% с дохода. Можно освобождаться от НДС, от уплаты НДС, социального налога. Ну, для того, чтобы, допустим, плательщик НДС перешел на этот специальный налоговый режим, розничный налог, ему необходимо тоже сняться с учета по НДС. Если бизнесмен является плательщиком НДС и он хочет перейти на уплату розничного налога, то ему необходимо сняться с регистрационного учета НДС в срок не позднее 5 рабочих дней до начала его применения. Однако, чтобы перейти на налоговый режим, в штате компании должно быть не больше 250 человек, а среднегодовой доход компании должен составлять не более 8 миллиардов тенге. Это важно, потому что это, во-первых, была проработка с бизнесом, государством, с целью, чтобы поддержать субъектов малого и среднего предпринимательства именно в период пандемии, так как сами понимаем, что многие предприятия просели. Этот список будет определяться правительством, в соответствии с статистическими данными, обращениями субъектов предпринимательства, позицией бизнеса и государства. Ну, надеемся, что все сектора пострадавшие войдут в этот перечень. Как отмечают специалисты, перейти на специальный налоговый режим розничного налога можно с общеустановленного порядка налогообложения или иного специального налогового режима. Сделать это нужно налоговому органе не позднее 15-го числа 2-го месяца, следующего за отчетным налоговым кварталом. А уплата налогов производится не позднее 25-го числа 2-го месяца, следующего за отчетным кварталом. Но переходить на него не обязательно. Бизнес имеет право остаться на уже действующем, установленном или упрощенном режимах. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. Костанайские экологи вышли на проверку транспорта. Сотрудники лаборатории замеряют показатели от выхлопов и сверяют их с установленной нормой по загрязнению. Подобная проверка уже проводилась экологами в прошлом году. Но тогда под прицел лаборантов попали легковые автомобили. Теперь же проверка коснулась автобусов городских маршрутов. Как проводилось исследование, наблюдали наши корреспонденты. Две милые женщины разбирают в полицейской машине секретный чемодан. Они достают из него нечто похожее на жезл, который в хрупких руках мгновенно превращается в подобие копья. Да мы явно собрались на охоту. Вот только необычную. Этот прибор называется газоанализатор МЕТА. На этом приборе мы замеряем дымность отработавших газов от автотранспорта. Настроив прибор, женщины-экологи готовы провести замеры. Остается найти только первый объект. В его поиске помогают сотрудники дорожной полиции. На конечной остановке они останавливают автобус. Впрочем, полицейские преследуют и собственные цели. Водителей маршрутов они проверяют в рамках собственного профилактического мероприятия. С 20 января 2021 года у нас идет ОПМ-автобус. Сейчас проверяем данного водителя. Водительскую удостоверение, свидетельство регистрации на транспортные средства, также страховый полис на автотранспорт, также на пассажиров. Водители, что называется, решили проверить со всех сторон. Пока полицейский пересматривает документы, экологи уже подключают прибор, прислонив его к выхлопной трубе автобуса. На экране прибора появляются цифры. Что же это значит? С надувом норма составляет 2,5. Без надува 3. Дымности от двигателя. А где есть какие-то данные? Сейчас показывает по нулям. Одной проверки женщинам оказывается недостаточно. Они просят водителя повторить давление на педаль газа, но уже безотрывно, почти на минуту. И все равно результат оказывается в пользу водителя. В ускоренном ходу показывает прибор 0,1, то есть тоже не превышает. На превышение нормы токсичности выхлопных газов может влиять неисправность машины и игнорирование прохождения техосмотра. Но у водителя есть свое мнение на этот счет. Как за этим можно следить? За этим следят лаборатории, которые топливо проверяют. За этим следят топливщики, аппаратурщики. А мы водители, мы ничего не можем с этим сделать. Так или иначе, но штраф за превышение нормы содержания в выхлопах загрязняющих веществ придет не тем, кто продает бензин, дизель или газ, а зачастую самому водителю. Данное, если показало бы сейчас у экологов, что превышает загрязнение, то согласно 334, частью 1, данное ограждение было привлечено к административному правонарушению в качестве предупреждения, в виде наказания предупреждения. На него или на компанию? На мастера. Кто отвечает за технику, за моторист, отвечает же, есть же у них ответственное лицо. Экологи, как и полицейские, продолжат свою работу и дальше. Им предстоит проверить немало автобусов, выходящих на маршруты по городу. У каждого из водителей они истребуют документы, а выхлопы от транспорта и следуют на превышение нормы загрязнений. Аспан Какимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Продолжаем выпуск. Взятки в Костанайской области за 2020 год по сравнению с позапрошлым годом стали давать в два раза меньше. Сотрудники Департамента антикоррупционного агентства подвели итоги работы за 12 месяцев и напомнили о чиновниках, которые интересам общества предпочли личную выгоду и о том, какое наказание они понесли. Материал Виталия Луговского. Несмотря на широкомасштабную профилактическую работу, проводимую в Костанайской области сотрудниками Департамента агентства по противодействию коррупции, за 2020 год в регионе зарегистрировано 90 коррупционных преступлений. Из них 68 тяжких и одно особо тяжкое. Совершены они были 62 чиновниками, среди которых зам Акима одного из районов, Аким поселка и ряд первых руководителей городского и областного уровней. В производстве Департамента находится уголовное дело в отношении руководителя областной территориальной инспекции комитета ветконтроля и надзора МСХ Республики Казахстан. По факту воспрепятствования законно-предпринимательской деятельности то, что повлекло причинение ущерба товарищу на сумму 78,6 миллионов тенге. Вспомнил глава Департамента и о уже рассмотренном судом деле замруководителя отдела областного управления образования Шугаева. Он обманом подстрекал к даче особо крупной взятки в 34 миллиона тенге, якобы за госзакуп для региона почти полутора тысяч компьютеров. Его наказали 10 годами лишения свободы. Закончено дело и по еще 16 эпизодам коррупционных преступлений. По фактам взяточничества, воспрепятствования законно-предпринимательской деятельности, хищения бюджетных денежных средств в отношении руководителя Руднинского городского отдела строительства Тлевого, руководителя отдела строительства архитектуры и градостроительства Акимата города Аркалыка, Садыкова и представителей подрядных организаций. Все семь подсудимых признаны виновными и назначили различные сроки лишения свободы. Бывшие руководители госорганов Садыков и Тлевов получили 3,10 лет заключения соответственно. За взятку в 1 миллион тенге назначен штраф в ее 30-кратном размере бывшему руководителю областной инспекции транспортного контроля Рабаеву. В совокупности сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 716,7 миллионов тенге. Возмещено в доход государства 663,9 миллионов тенге или 93%. Но в департаменте, по словам его руководителя, стараются отойти от кратной практики, делая акцент на превентивные меры. Даже применение наиболее строгой меры пресечения содержания по страже снизилось за 2020 год по сравнению с предыдущим в два раза. Алексей Кудряцев, Виталий Луговской, РТН. В наступившем году КТЭК продолжит ремонты, которые модернизируют систему теплоснабжения города. Большую часть среди запланированных работ удалось завершить в прошлом году. Это 18 проектов. На 2021 год остается реализовать всего три проекта. Они затронут строительство и реконструкцию оборудования и систем теплоснабжения. Но завершив столь серьезный ремонт, КТЭК пока не торопится строить столь же глобальные планы на будущие реконструкции. Весь вопрос в деньгах, которых у самой организации слишком мало. Подробности расскажут наши корреспонденты. Городская система теплоснабжения переживает большую модернизацию. По итогам прошлого года КТЭК уже провел 18 реконструкций тепловых сетей, котов, турбин и прочих работ в городе. На это потратили больше 4 миллионов 700 тысяч тенге. Средствами помог Европейский банк реконструкции и развития. Без них КТЭК со столь массивной задачей навряд ли бы справился. Ведь собственных денег на проведение ремонтов у них практически нет. Директор КТЭК объясняет, что во многом на это влияет ответ антимонопольной службы на заявку о повышении тарифа. Антимонопольщики не дают КТЭК увеличить населению оплату за тепло. В итоге тариф сейчас находится на уровне 2015 года. Как можно быть согласны, если практически нет денег на ремонт? То есть сейчас мы заканчиваем работу в Европейский банк, а как ремонтировать дальше? Просто теперь у нас нет средств, чтобы делать такие масштабные. То есть поменяли, порезали одну трубу, две. Но чтобы сделать такой ремонт, который даст эффект, для этого надо вложить. Пока вкладывается Европейский банк. На 2021 год в реализации остаются еще три проекта, которые должны завершить модернизацию системы теплоснабжения. Туда входят работы по реконструкции во второй котельной и строительство тепломагистрали по улице Лермонтова. Как только работы будут завершены, система должна ощутить существенное улучшение в своей работе. Впрочем, промежуточные результаты уже можно зафиксировать. Потери тепловой энергии снизились. Были в 2016 году 22,6%. Сейчас вот в 2020 год 17,8%. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 2016 году был 169 килограмм условного топлива на геокалорий. 169. Теперь по итогам 2020 года 165. 4 килограмма условного топлива на геокалорий с экономией. Несмотря на то, что в КТЭК сообщают о проблемах, вытекающих из низкого тарифа на тепло, горожане продолжают получать высокие счета за теплоэнергию. Но, как поясняет директор КТЭК, цифры соответствуют погоде, а она морозная. Так что погодный минус влияет на минус в кошельке. Это только с погодными условиями. Потому что чем холоднее на улице, тем больше счета. Потому что счетчик, его счетчик не обманешь. То есть мы вынуждены поднимать количество тепловой энергии, которую направляем эти дома на обогрев. Соответственно, увеличение потребления тепла, оно сказывается. Директор КТЭК предупредил, чтобы горожане не удивлялись высоким счетам, которые будут начислены за январь. Ведь зато в последующие месяцы отопительного сезона ожидается резкое снижение сумм по квитанции. Температура начнет повышаться и поднимать количество затрачиваемой тепловой энергии будет уже ни к чему. Аспан Какимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.